Привет, друзья! В предчувствии катастрофы, неминуемой катастрофы промышленности и неминуемого полного краха всего, что касается экономики, в преддверии санкций, которые наступают уже ровно через месяц, Лукашенко решил... Ну, знаете, вот то, что он сейчас трепыхается, трепыхания вот эти осуществлять, это напоминает очень хорошо то, что делал Гитлер в 45-м году в преддверии штурма Берлина. Он посылал несуществующие армии в атаку. Да, помните освобождать 12-я армия Венка должна была освободить Берлин, в то время как у нее там уже танков было, ну, наверное, раз в 20 меньше, чем у русских, но они должны были атаковать, а самолетов вообще не было. Ну, вот в голове у Гитлера были какие-то вот такие вот совершенно сумасшедшие идеи, как освободить Берлин от Советов и как вообще повернуть войну в свою пользу. Понятно, что это все был полный бред и это было невозможно, но вот у Гитлера это было в голове. И вы знаете, его наследник, вот этот вот мелкий белорусский наследник, но он не мелкий, он крупный, он такой крупный мужчина, да. Но ментально он творит абсолютно то же самое, что творил бесноватый. Менее ли он бесноватый или более он бесноватый, мне тяжело сказать. Но вот он творит приблизительно то же самое. И так он начинает какие-то шевеления, которые с его точки зрения оздоровят, наверное, лукономику и позволят лукономике успешно пережить санкции, которые эту лукономику с вероятностью 100% положат. И вот что он надумал. Он надумал объединить кучу заводов в одно государственное предприятие. Это можно говорить в одну государственную предприятию, от этого тоже ничего не изменится, потому что это все бред. И мы это уже видели в Советском Союзе, когда там объединяли еще товарищей побольше, побольше, пожалуйста, инициативы на местах. Ну, короче говоря, объединяли для того, чтобы все это завалилось, рухнуло и так далее. Вот он сейчас этим занимается. Значит, идея следующая. Они объединяют в одно предприятие МТЗ, Гомсельмаш, Минский моторный завод, Лицельмаш и Бобруйска Громаш. То есть он кучу заводов объединяет в одно предприятие гигантетское и думает, что это предприятие будет усердно работать. Я так понимаю, что в директоры этого производства он поставит кого-нибудь из минских ОМОНовцев, особо отличившихся на избиениях белорусов в 2020 году. И уж тогда-то это предприятие заработает абсолютно успешно. Все это он собирается сделать уже в ноябре месяце, как раз в преддверии наступающих санкций. Напомню, что санкции постепенно войдут в силу с 1 по 8 декабря. Они все уже будут работать вот за эту неделю. Все санкции, что со стороны Евросоюза, что со стороны США, войдут в полную силу. И дальнейшее вот это вот все объединение хромых с косыми, с кривыми и с немыми, оно просто окажется бессмысленным. Оно и так бессмысленно. Понимаете, если бы это объединял человек, глубоко разбирающийся в экономике, и глубоко разбирающийся в макро-микро процессах различных, человек, у которого нормальное высшее образование западное. Тут можно было бы сказать, да, этот человек что-то рассчитал, что-то просчитал, вот он как-то решил вот таким-таким образом, бизнес-план такой-такой-такой, мы выйдем из ситуации. Тут можно было бы хотя бы поспорить на эту тему, получится или не получится. В данном случае это волюнтаристское решение необразованного неандертальца, который слова бизнес-план вообще в своей жизни не слышал, не знает, что это такое. Но ему кажется, что если колесо от одного трактора прицепить к другому трактору, а сверху посадить еще Лукашенко с бульбой, с мешком бульбы, то тогда это все обязательно заработает и приведет трепетно в весы ставшийся земной шар. Ну, вот как оно размышляет, вот так оно приблизительно и получится. То есть получится чертишой сбоку бантик. Единственное, как можно резюмировать все вышесказанное, что после такого решения можно будет сказать, что мы сейчас только что исполнили реквием по вышеперечисленным заводам. Продолжение следует...